Добрый вечер! Здравствуйте! Моя русская... Это очень-очень ограниченная. Я пыталась три раза учить русский. Но потом я нашла моего коллега и друг друга Наташа. И еще не было нужного, чтобы учить русский. Поэтому моя русская очень ограниченная. Я в течение своей жизни три раза пыталась выучить русский язык. Но когда я встретил Натарию, моего очень близкого друга из Германии, эта проблема автоматически решилась. Поэтому Россия для меня очень всегда близка. Наташа и я, мы путешествовали в Россию. По ногам, по велосипедам, по машинам, по машинам, по машинам и по тренам. Хочу один раз сказать, что мы с Натарией путешествовали по России на велосипеде, на машине, на поезде, на самолете, на лошадиах. Что я забыла? На машине. На машине. На машине. Потому что мы работали вместе много, много лет в моем предыдущем институте, который был институт об оборудовании и здоровье в Мюнхене, Германии. Мы вместе работали много лет в институте здоровья и окружающей среды в Мюнхене, Германии. Итак, моя профессия – радиоэколог. Я в профессии – радиоэколог. Это означает, что я начала с генетики, завершилась моя научная деятельность в радиационной защите. И я занимался исследованием миграции радиоэкологов в окружающей среде. Что было очень важно, когда случился Черновойская авария. Потому что у нас были эксперименты, которые были сделаны, и модели, которые были доступны, чтобы предъявить трансфер через водоэкологию, чтобы рассматривать и предъявить дозы в популяцию. Мне надо было разработать модели миграции нюклидов в воду, в еду, в популяции. Это когда Наташа и я начали работать вместе, и мы были в Семипалатинске. И вот так мы начали работать, и мы начали нашу деятельность с Семипалатинска. Красноярск. Красноярск. Тейча-ривер. Все очень красивые и известные места. Знаменитые атомные и радиоактивные места, так сказать. В 2001 году я был пригласен директором в IAEA. МАГАТИ. Генеральный директор. Нет, 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 нет. Директор. Вы имеете директор-генерал, депутат директор-генерал и директор. В 2001 году я была назначена директором МАГАТИ, но не генеральным директором, а одним из директоров директора. И я была там 14 лет. И это проработала 14 лет. Я возглавляла отдел лабораторий МАГАТИ, лабораторный отдел МАГАТИ. И в том числе я отвечала с другими моими коллегами за программу МАГАТИ по охране казачьих ингредиентов. И в конце моей карьеры я построила ядерную лабораторию в антиядерной стране в Германии. Это было связано с Устрией, Сайберской стране. И сейчас, два года, я уехала из ИАЕ. Вот уже два года, как я вышла на пенсию, как я ухала с работой в МАГАТИ. И я была избрана женщиной в Абу-Даби в Абу-Даби. И в 2016 году в Абу-Даби меня избрали президентом Всемирной Женской Организации Женщин. И с тех пор я очень-очень загружена работой по женщинам в Абу-Даби. Я занималась в УИНом уже много-много лет до этого. Как управляющий руководитель. Как член-сердиктором. Как вице-президент, так же, как президент женщин от энергии МАГАТЭ. Чем я до сих пор не верю. Я также состою в УИН-Женщинах Германии. И в УИН-Е Европу, где я вице-президент. Так что вы можете видеть, что УИН очень много в моем сердце. Потому что вы видите, я и УИН это одно целое, одно и то же. Мы не рождены, не разлучены. И с моим огромным удовольствием я вижу, что Россия, российские адамные женщины, возрождаются как феникс из тепла. И я познакомилась с Аленой в Пекине. И также с вашим президентом, который сейчас находится в Вене МАГАТЭ. И сейчас мы обсуждаем, как мы можем поддержать женщин от энергии России и российское отделение женщин. и строить кооперацию. И сейчас сотрудничать с вами. Так, это была моя упражнение. Это было моё выступление. Так, опять же, спасибо большое, что пригласили нас и пригласили нас сегодня. Спасибо большое. Спасибо большое. И я пришла к моей презентации сейчас. Вот мы наконец-то вернулись для презентации. Так, это структурировано, что сначала мы обсудим, что такое коммуникация в общем смысле этого понятия. И это те инициативы и те инструменты, какими мы уже занимаемся в Глобальном, международном и так же в отделениях. И я вам также дам небольшой обзор женщин от энергии в мире сегодня. Так, что такое коммуникация? Это процесс, в котором происходит обмен информацией. И, в первую очередь, это процесс не односторонний. Это должен быть двухсторонний процесс. Это самая большая ошибка, которую вы можете отпустить, это сделать коммуникации односторонним процессом. Вам нужна аудитория, вам нужна аудитория, вам нужна аудитория. Поэтому, до того, как вы начинаете заниматься коммуникациями или диалогом, вам с детьми, с вашим мужем, с кем это не было бы? Это, кто является вашей аудиторией. Вам нужно понять, кто является вашей аудиторией. С кем вы разговариваете, с кем вы угощаетесь. В каком обществе находится ваша аудитория, в каком обществе она живет. Какие у них есть идеи и ожидания. И, соответственно, вам нужно знать о вашем послании, что именно предмете, какой предмет вы хотите им донести. И, наконец, вам нужно понять, какая у вас цель вашего общения и адаптировать под цель вашей коммуникации. Итак, это важно, когда вы коммуникаете, что вы компетентны. В первую очередь важно, что вы были компетентны в вашей коммуникации. Вам нужно знать, что вы обладаете предметом, который вы обсуждаете с общественностью. Это значит, что вы получаете очень плохую впечатление, если вы хотите обладать сообщение, и вы не знаете специально в нуклеарном контенте, о том, что это научно, даже просто месседжем. Поэтому, если вы можете попасть в очень неловкую ситуацию, и можете даже все испортить, если вы возникли ошибки или не владеете предметом, это будет смотреться очень плохо, и ни в коем случае лучше этого не делать. И, наконец, вам нельзя показать эмоции, нельзя быть эмоциональными. А это у женщин одна из особенностей. Я лично не думаю, что это не правда, потому что мужчины тоже могут быть эмоциональными. С другой стороны, вам нужно показать вашу увлеченность, ваш интерес, вашу страсть к этому предмету, что вы любите это дело, и вы его защищаете. И тогда, конечно же, это очень важно, специально в нуклеарном филе, что вы понимаете, что вы понимаете волнение и вопросы, которые есть в аудитории, что вы с ними знаете и вы их понимаете. Я вам расскажу в одном примере. Когда ты учился в Чернобыль, ко мне обратились кормящие матери. Я в то время тоже была матерью. Так что вы можете поговорить о своем языке и понимать о своем интересе. И с этим вы можете получить лучше доступ к вашему противоположению. Так что вы показали и демонстрировали эмпатизм. И также к Green Party и к вашим противоположению, которые борются в нуклеарном филе. Поэтому мне было легко себя разбирать на новом языке. Но тем не менее, как бы вы яростно не боролись с антиядерщиками, с противниками этой энергетики, все равно нужно показывать уважение и некую эмпатию, что вы понимаете их волнение, что они не просто так появились, и вы уважаете их право на эти волнения, что они могут удоволноваться. Так что если вы берете эти очень простые факторы, то вы получите уважение, во-первых, потому что вы компетентны. Но вы также получите вероятность и уверенность в вас как человека, потому что вы понимаете его противоположению. И также получите уважение как человека, как личность, потому что вы смогли зауважать вашего компетента. И вот мы переходим к ядерной энергетике. Что в первую очередь приходит в голову людям, когда они слышат об атомных станциях? В первую очередь они думают о катастрофах. Ядерные взрывы, бомбардировки ядерные, Хиросима, Нагасаки. Ядерное оружие. И специально в последние недели мы слышали много и об этом говорили много о Норс-Кореи, тестировании их миссии. И сейчас, конечно, у всех на духу и в прошлой неделе Северная Корея провела испытания своих ядерных ракет. И, конечно, Иран, которого некоторые страны подозревают в процессе создания ядерного оружия. Я думала, что холодная война уже закончена. Но теперь я с большим волнением смотрю, что это, к сожалению, не так. И, по моему мнению, к сожалению, сверхдержавы вновь опять взялись за свои конфликты. Одним из таких сложных моментов является возможность использования радиоактивных ядерных материалов террористов и обладания их рук террористов. Поэтому в густо-населенных районах, в больших городах население очень боится этих грязных бомб. Так же они боятся происшествий, акцидентов, акцидентов. И вот эти элементы, они достаточно серьезно повлияли на восприятие атомоэнергетики у общества. Я недавно была в Японии и я убедилась в том, к сожалению, что население этой страны, которое до Вкусимы в своем большинстве поддерживало развитие атомоэнергетики, сейчас оно полностью наоборот. И это очень сильно повлияло на новое строительство атомных станций и на существующие эксплуатирующие от АЭС, в том числе на Германию. На нашей страны, на нашей страны. И, конечно же, лейкаси-сайты, которые происходят от контаминации исторических событий. Плюс к этому еще надо добавить объекты для наследия, где также существуют проблемы с радиоактивностью. И теперь люди считают, что все плохое, что случилось в их жизни, в этом виновата атомоэнергетика. А мы, как ученые, конечно, знаем, что это неправда. Поэтому вопрос стоит следующий. Как мы можем донести это послание, объяснить эту ситуацию людям и риски, которые существуют сейчас и риски? И специально женщины играют очень важную роль в вопросах диалога с общественностью. Вот на этом графике из Великобритании вы можете видеть уровень поддержки атомной энергетики в период с... Это было в 2019 году, в течение одного года. И вот вы можете видеть, что большинство противников атомной энергетики, кто сопротивлялся, это были женщины в Великобритании. И, конечно, есть разница в возрасте в группах и в обучении. Поэтому вы можете добавить это. Но важно для нас, что мы, как женщины, мы, наверное, имеем больше доступа к другим женщинам и можем признать их, насколько намного лучше, чем наши мужчины. И соответственно мы, как женщины профессионалы, женщины в возрасте, можем помочь исправить эту ситуацию, можем на женском языке помочь эту женщину, которая является спортивниками на энергетике, и которых очень много, помочь разобраться в этой ситуации и донести наш месседжер. Теперь важно отметить, что в Европе, например, нуклеарный мощь уничтожает, в других странах, как в Китае, в Сауде-Арабии, это уничтожает драматически. В Европе сейчас происходит снижение АЭС и уничтожение строительства, но тем не менее, такие страны, как Китай, Индия и Россия, в значительной степени Саудская Аравия, АЭ, Равские Эмираты обширно развиваются и атомные программы. А сейчас некоторые новые страны начинают свои новые программы, в том числе Саудская Аравия, которая планирует построить 16 новых блоков АЭС. В Абу-Даби, где мы получили нашу последнюю конференцию, мы могли бы посетить новую строительную степень, которая из-за корейского дизайна. В Печении сейчас есть договора и контракт между Читой и Аргентиной, и также Аргентина строит новую степень. Поэтому есть много энергии в прогрессе. Поэтому в мире сейчас есть значительный, серьезный прогресс в новом строительстве, в развитии новых атомных проектов. Например, Саудская Аравия, как я рассказала, мы были на конференции в Удаби, где мы смогли посетить, заканчивая сейчас строительство АЭС Барак, корейское. Одновременно с тем, Китая и Аргентина подписали соглашение о строительстве новых АЭС в Аргентине. Поэтому атомные энергетики в мире, в принципе, развиваются. These countries, in the end, they are ready to embark on nuclear, because they are convinced, like I am convinced, that you cannot survive without nuclear power. Эти страны и другие, они убедились в том, что будущего без атомной энергетики у них не будет, что атомной энергетики у них важна, нужна. И они приняли решение на самых больших уровнях поддержать и развить атомных программ в своих странах. And the natural resources, oil, coal, will come to an end someday, so you need to compensate. Да, потому что натуральные, естественно, ископаемые ресурсы, нефт, газ, скоро в большое время закончатся. И нужно искать новые перспективные источники электронной обилии. Now, what do people not think of when they hear nuclear? А вот теперь такой вопрос. О чем люди не думают, когда они слышат об атомной энергетике? Они почему-то не думают о широком спектре радиофармацептики, которая доступна для лечения рака, о ядерной медицине, которая помогает в лечении многих заболеваний. They don't think about the application of nuclear techniques in food and agriculture to combat diseases, malaria, for example, tzitziflai, where you are using mutation breeding, preservation of food stuff. And it's a huge, really huge economic factor. Они почему-то не думают об огромном спектре радиационных технологий, которые находятся в применении в сельском хозяйстве, в стерилизации еды, в борьбе с вредными насекомыми, в борьбе с болезнями, там, ух и СССР, и многими другими технологиями, которые сейчас защитными средствами помогают экономическому росту многих стран. The same is on the preservation and protection of the environment. People have no idea that nuclear techniques can help to preserve your environment. And finally, they don't know about or don't consider that there are new techniques, novel techniques for energy productions, which might be less risky. for accidents. And I only want to mention here the small mobile and the small mobile reactors, which can be transferred from one side to another to areas which are normally not accessible. Loading board and cars. They can be used by helicopter. They can be used. I have seen that in small reactors to be used for water purification, but also for energy production in the Arctic, for example. And I don't know any other science where there are so stringent regulations for safety and security, like in the nuclear energy. And this is not known to the population. And this is not known to the population. And people don't really have the values, the information to protect the public for toxic substances compared to to radio nukerides. Например, я участвовал в одном мероприятии по токсикологии, и моя задача была представить радиотоксикологию. И я хочу сказать, что в своей массе население абсолютно не умеет, не знает и не обсуждает вопросы защиты от обычных токсичных материалов, просто от токсичных материалов, веществ. И сейчас также очень важно вовлечение ваших заинтересованных сторон. Кто заинтересован в этом мероприятии? Вы должны были вовлекать их процессом. И, возможно, это была одна из тех ошибок, которые ученые-ядерщики в прошлом допустили. Ученые-ядерщики прошлого практически не общались ни с политиками, ни с лидерами зеленого движения, ни с государственными чиновниками. Они были очень мало вовлечены в диалог с общественными лидерами. Также они очень мало общались с негосударственными организациями. что очень важно, потому что сейчас НГО, некоммерческие организации, получают очень много внимания и интересов на общество, и они воспринимают общество в странах не менее важным инструментом, чем сами государственные органы. Также ученые раньше практически не общались ни с женщинами, ни с детьми. И, последнее всего, и я думаю, что это тоже было недоставлено, пресса, телевизия, радио и новые медиа, как Фейсбук. И, наконец, были очень слабые контакты с медиа, с большим медиа. Это и пресса, и интернет, и телевидение, и весь спектр современных информационных каналов, которые сейчас не доступны. Так, что же мы можем сделать, чтобы изменить эту ситуацию? И вот здесь, как раз, умы или женщины атомной отрасли могут себя проявить. Так, что можем сделать? Мы можем помочь с образованием и обучением молодого поколения. И, конечно, в них надо раскрыть, возбудить этот интерес к науке, к инженерному делу в раннем возрасте, в школах. Веркшопы, где люди интерактивно могут задать вопросы. Один из интересных возможностей – это семинары и различные интерактивные мероприятия, где происходит непосредственно общение людей друг с другом, молодого поколения с опытными носителями этой культуры. Или, например, можно устраивать некие соревнования, конкурсы для молодого поколения. Им это очень нравится, очень интересно, а мне очень в это увлекаются. Но это надо проводить, используя их уровень коммуникации, их уровень понимания, на их уровне там делать. И, конечно, в первую очередь сегодня это социальные сети и социальные сети. Да, когда я была молодой, это было совершенно другого. У нас даже не было куляторов, поэтому мы использовали права. И это мероприятия, чтобы организовать мероприятия, чтобы для этого принять эффективность, как я уже говорила, в медицинской обороны, в лавном воде, и для того чтобы принять эффективность от нуклеарных применений, И вот можно проводить тематические молодежные мероприятия по использованию радиационной технологии, по их широкому спектру. Потому что иногда людям рассказывать, что атомная энергия, атомные отрасли, это не только производство электроэнергии, это и многое что еще. Так же, что вы можете сделать? Напрямую общаться с другими женщинами. Женщины должны научиться говорить с женщинами. В общем, вы можете создавать также крупные женщины, которые могут поговорить, которые имеют возможность поговорить на различных научных уровнях, от очень хороших, до очень мужчин в улице, в языках, чтобы вставить информацию. Вам идеально будет собрать группу коммуникаторов специализирующихся в разных сферах, в разных направлениях, которые могут углевать участие в этих мероприятиях. Команды коммуникаторов у вас. Они проводятся с прессы, со СМИ, вам надо приглашать их на свои мероприятия, делать для них это интересным. Например, такая организация «Репортеры-журналисты без границ» очень положительно относится к атомной энергетике. Потом мы приглашаем к этому мероприятию, они дают очень интересный независимый взгляд на атомной энергетику в позитивном ключе. И пресса тут тоже очень важная, очень важная, то, что вы можете сделать. Некоторые из вас, может быть, видели фильм «Ящик Пандора», но по-русски, по-моему, другое название этого фильма. Это очень интересный фильм, который снял бывший президент и основатель. Он был президент Гринписа. Он был одним из президентов Гринписа в одно время, и он снял фильм, рассказывающий об атомной энергетике. И, наконец, вы можете использовать наши ресурсы «Женщины на демо-отраси», наш опыт, наши лучшие практики, наши коммуникации, наши контакты деловые, профессиональные. Он был очень рада вам помогать. И сейчас я очень быстренько про «Женщины на демо-отраси», потому что вы можете download everything from the website, если вы visit winglobal.org. И сейчас я очень быстренько вам расскажу про глобальное движение «Женщины на демо-отраси». Все остальные информации можете найти у вас на сайте. Наша контакта была основана в 1990 году, но мы уже не молодые. И я бы сказала, что мы уже младели и младели, с момента ее создания. И это была волонтерская сеть женщин-специалистов, работающих в разных сферах атомной отраси. Итак, я сейчас подписывала «Женщины на демо-отраси на демо-отраси» в Австрии, и мы сейчас «Легал-нон-профит-НГО», с «Легал-статусом». И я думаю, что это большой шаг вперед, наконец. Это просто произошло не только месяц назад, официальное разрешение получалось. И еще даже не только месяца, как мы получили нашу официальную регистрацию в Австрии, как некоммерческая организация. Так что мы хотим сделать, чтобы коммуницировать результаты нуклея, чтобы создать «бриджи», independенные от политических интересов и влияния, чтобы поделить и создать материалы для интернациональных использований, чтобы поддерживать нуклея использования нуклея и поддерживать друг друга. В первую очередь мы хотим способствовать формированию благоприятного общественного мнения по отношению к атомной энергетике. Так что мы хотим избавить атомную энергетику от огромного количества реофобий, неправильных знаний, фактов, неправильной информации. Мы хотим построить мосты между поколениями, между разными группами аудиторий, группами общества. И мы также хотим предоставить компетентную информацию для нас самих, которую мы можем использовать в нашем развитии. Сегодня УИН насчитывает более 50 тысяч участниц из более чем 108 стран мира. Для «Морлен» это старый слайд для 110 стран, регионов и международных организаций. И также из регионов и международных организаций. И с момента прошлой конференции в Абу-Даби до Пекина к нам присоединилось более 200 человек из всего мира. Мы также издали книжку «20 лет женщинам, которые отошли». Вы можете ее скачать у нас на нашем интернет-сайте. Мы также работаем над обновлением наших конкурсовных материалов. Это фотография Печин, где мы получили в этом году Генерал-Ассемпли. А вот фото, тоже, в котором меньше месяца, из Пекина, где прошла 25-я всемирная ежегодная наша конференция. И я очень горжусь тем, что мы смогли провести нашу конференцию, ежегодную конференцию в Китае. Это наша вторая попытка. В первой попытке у нас не получилось, потому что из-за политических вопросов, а именно из-за вопроса о Тайване. Но, несмотря на это, мы смогли урегулировать все конфликты и на конференции присутствовали как китайские женщины, так и тайваньские женщины. И это показывает, что женщины могут решить любые проблемы. Вот на этом слайде вы можете видеть наши следующие мероприятия, которые мы планируем. Следующая конференция будет в Марте, в Аргентине, вместе с Барри Лодж. Она будет совместная с Семьерным Молодежным Ядерным Конгрессом. В 2019 году у нас будет конференция в Мадриде, в Испании. В 2019 году у нас будет конференция в Мадриде, в Испании. В 2018 году мы проведем конференцию в Канаде на Ниагарском водопаде. И в 2021 году у нас есть предложение, заявка на проведение конференции в Египте. Но только вчера я получила еще одно предложение провести конференцию в Японии. Так что мы должны посмотреть, где следующая конференция будет. И я надеюсь, что один день мы получим один в Москве. Да, да, да. Ну, тут все уже понимают, что я отречу, что возможно в ближайшем будущем будет такая конференция, мы сможем провести и в Россию. На что я еще надеюсь. Но я хочу сказать вам, что это очень ужасно работа, потому что в 2015 году мы получили в Генеральной конференции в Вене, ВИН-ИЕА, ВИН-ИЕА, и мы уже закончили после этого конференции. Но это огромная возможность, чтобы это делать, и это привлекает много внимания, не только по-другому, но и по-другому, которые должны поддерживать своих женщин. Это отличная возможность заявить о себе, поднести атомную отрасль общественности, и как бы заставить власти, государство увидеть и помогать именно женщинам. И вот на этом слайде вы видите 7 прекрасных женщин-президентов, женщин с атомной отраслью. Я вкладывала в себя, потому что это было сделано в Свеции, и я не знаю, если он будет уйти, чтобы все президенты вместе. Видите, я справа, моя фонарь немножко вклеена, я ее туда вклеила, потому что неизвестно будет ли, когда у нас шанс, все вместе встретятся. Вот в синем пиджаке Ирена, она из Швейцарии, и она является матерью-матерью женщин. Затем вы видите очаровательную Агнета Райзинг, которую вы все прекрасно знаете, она участвует, она приезжает, она президент Всемирной ядерной ассоциации. Аник Каннино, from France, she also was a director in nuclear safety in the IAEA. Следующая милая женщина, Аник, она возглавляла департамент безопасности МАГАТЭ. Чонко Осава, from Japan. Мисс Осава, from Japan. И then Cheryl, from the US. Мисс Черрил из Америки. Сеймун Парк, from Korea, who was my predecessor. И Сеймун Парк из Кореи, которая была моей путешественницей. So, with this, I conclude my presentation. I thank you for your attention, and I'm happy to discuss with you. Thank you for your attention. Thank you for your attention. I would like to share with you any suggestions, our opportunities, our special opportunities. And I would like to share with you. Thank you very much.